Иностранные и нагородние студенты, оставшиеся в общежитиях Казанского федерального университета на время самоизоляции, продолжают получать меры интенсивной поддержки от Альма-Матер. Так, в супермаркете деревни универсиады ректор КФУ Ильшат Гафуров поручил вдвое снизить цены на товары личной гигиены, а студенты из Китая и Турции получили адресную поддержку от своих консульств. Медицинские маски, антисептики, респираторы и другие необходимые студентам вещи были переданы жителям деревни универсиады. Регулярная еженедельная раздача продуктовых наборов в общежитиях Казанского федерального уже стала доброй традицией. Картофель, макароны, мясо птицы, кетчуп, овощи. Все это студенты регулярно получают от вуза благодаря благотворительным поставкам крупных организаций Татарстана. Однако не все студенты знают, как быстро и вкусно приготовить что-то интересное из стандартного продуктового набора. Поэтому на помощь студенчеству спешит команда проректоров, которые, надев кулинарные фартуки, покажут, что и как приготовить. Уважаемые друзья, сегодня мы готовим первый набор у нас есть, второй набор. Берем из первого набора макароны, которые у нас есть. Из второго набора мы берем окорочок. И сегодня будем готовить макароны с гуляшом из курицы. Для этого нам понадобится морковь, для этого нам понадобится лук отдельно приобретенный, и понадобится один окорочок. Сейчас я все покажу, как это готовится, как это будет вкусно и хорошо. Возьмем, значит, морковь, возьмем лук, также его пошинкуем, помельчим. Вот я заранее это приготовил, даже покажу. Вот все, что приготовлено, мелко пошинковано. Все это сделано, еще можно, еще мельче можно, все как на любителя. Все это пошинковано. Сейчас, значит, сюда в отдельное блюдо я буду мелко-мелко нарубать окорочок. Сейчас я его разделаю и все это еще раз покажу. Вот то, что нарубили мясо, складываем его в мисочку, в мисочку сложили аккуратненько. Все, что есть, после этого, мы помоем. Все это помыли. Промыл я мясо, показывал. Приготовил, еще раз говорю, морковь с луком, макаронные изделия. Сейчас все это будем готовить на плите. Значит, поставили кастрюлю с водой для макарон отдельно, которые будем отдельно варить. Значит, и у нас есть сковородка. Сковородку наливаем подсолнечное масло, кладем сюда, ставим на плиту. Вот начинает у нас уже тихонечко все это скворчать. Кладем остатки курицы сюда же. Все это складываем. Все сложили. Оставляем. Оставляем. Так, берем белочку заради приготовленную. Кладем и начинаем тихонечко обжаривать наше мясо. Добавляем сюда морковь и мелко-мелко рубленое и лук. Все это бросаем сюда, чтобы она немножко тоже чуть-чуть, чуть-чуть поджарилась до румяной корочки. Ну, то и другое. Убираем. Перемешиваем тихонечко. Здесь немножко пристанет, ничего страшного. Ну, все вот это готовится. Продолжаем наш процесс. Открываем сковородку уже вот-вот-вот. Поджарился у нас лучок. Лучок поджарился. Сейчас мы его немножко вот так постармашим. Чуть-чуть. Вот видите, даже немножко такое стало. И сейчас сюда добавляем воду. Воду немного. Перемешиваем. Постоянно мешаем. Постоянно мешаем. Специально приготовленную приправу для плова. Здесь хорошие составные, поэтому, я думаю, будет вкусно. Мы поставили заранее кастрюлю, она у нас кипит. Кипит. Я положу побольше макарон. Аккуратненько, чтобы не разгрызать. Вполне пол пакета положим. Так, это есть. Теперь надо его помешать. Если хотите, чтобы быстрее закипела вода, обычно добавляют ложечку либо сливочного масла, либо подсолнечного масла. В кастрюлю все это гораздо быстрее кипит. У нас плита очень горячая, поэтому ничего я не добавляю сюда. Вот у нас немножко добавили сюда лаврового листа. У нас вот получилась такая красота. Так, забыть, что не упало. Так, все это у нас уже приготовилось. Вот у нас уже мясо от костей отслаивается. Оно готово. Курицу. Так, здесь у нас макароны, которые хотят у нас убежать. Но мы им не дадим убежать. Макароны у нас тоже готовы, поэтому мы их убираем. Все, у нас все готово. Здесь готово, здесь готово. Сливаем воду с макарон, которые у нас приготовились. Воду слили. Теперь все это хозяйство проточной воды промоем. Промываем водой для того, чтобы они не слипались. Ну что, вот у нас приготовились наши макароны, которые еще дымятся именно с подливкой или с гуляшом. По-разному можно называть и говорить. Значит, я приготовил два половничка. Все это кладем аккуратненько. Чувствуется время обеда. Сам есть хочу. И все это вот так аккуратненько. Так все кладется. Можно побольше воды налить. Кто как любит, кому как нравится. С подливами. И плюс ко всему, понадобился нам здесь и кетчуп. Можно и кетчуп. Льем кетчуп сбоку, как кому нравится. Вот такое блюдо. Вот так держится. Приятного аппетита!